друзья всем привет михаил марков трэшбокс ru давно не было нас автомобильных видео на сегодня отличный повод новая веста за моей спиной я сижу на капоте потому что хотел немного согреться но на самом деле повод вот какой это новое поколение ng по сути это рестайлинг даже не супер сильный но если вы уже привыкли к облику весты то можете заметить эти новые лет фары даже кстати самой дешевой комплектации новую решеточку вы знаете конкретно эта модель веста кросс то есть завышенная подвеска отделка пластиком по периметру в общем все для того чтобы смелее съехать на грязичку но при этом у нее очень низкий бампер и он крашеный пластик в общем вести кросс конкретно вести кросс хочется чтобы вот эта часть была поменьше а еще не такие здоровые 17 дюймовые диски опять же это я говорю только про вот эту кросс версию на диске кстати клевые друзья я честно скажу я фанат универсалов и как вы можете заметить это не универсал универсал называется св в общем здесь все просто ручка кстати не особо пачкается открываем место реально дофига но по сравнению кстати с универсалом тут не крючков ничего нет с макро меч на и отделано все войлоком одеть запаска а вот докатка есть под поле есть докатка я не начал вам еще тут нужно про багажник рассказать вот петли будьте осторожны когда будете класть свой багаж ну и самое главное самое главное привет черри ариза 8 здесь это ручка багажника на самом деле я слышу много скепсиса и жалоб на весту да здесь есть к чему придраться конечно но вот реально на моей памяти веста привлекала больше всего внимания и при нее больше всего спрашивали как она что она что нового а у вас есть этот огромный планшет да он здесь есть и самое прикольное что два моих знакомых когда посмотрели на эту машину поездили со мной на пассажирском они захотели ее купить своим родителям неплохой показатель второй ряд ну что друзья где подогрев попыта под кнопки заглушки есть а подогрева попы нет на самом деле претензии собственно две это отсутствие подогрева и отсутствие центрального подлокотника ну уж можно было сделать а так место вот за мной вообще нормально валить вот просто хорошо кармашек есть бутылочку от с водой класть вообще никуда ну то есть тут такой паз супер неудобный по кнопочки я не знаю что там еще нужно от весты на втором ряду два юсбшника розетка прикуривателя то есть можно вообще там 4 юсбшника сделать все нормально место есть над головой мест хорошо верните подогрев попы пожалуйста оцените эту прекрасную а белочку мне на самом деле без шуток выглядит приятно о как же здесь тепло подогрев попы просто бешеный я пожалуй даже выключу руль с подогревом шо грейдс про цвет отлично отличненько что еще классного ну конечно же огромный огромный планшет который не сказал разве что ленивый если вкратце планшет интерфейсом яндекса с алисой не снимается хватит это спрашивать он не снимается android авто карплей навигация от яндекс bluetooth чем еще нужно в наше время все работает достаточно бодро хочется чтобы чуть-чуть побыстрее был но это прям я уже придираюсь я кстати сразу включил темную тему ночную потому что как он с такой темой лучше вписывается в интерьер собственно hands-free есть можно звонить можно раздавать интернет с телефона и тогда здесь будет все работать в реальном времени с пробками и так далее на самом деле настроек мало единственное на что я прям вот посетую то что нету настроек аудио ну то есть здесь восемь колонок в автомобиле восемь в месте а настроить звучание толком нельзя только по громкости едем дальше в общем планшет реально отличный цифровая приборка хочется вы чтобы она была ну на четверть больше от как будто нам чуть-чуть маловато и такой колодец глубокий прям где там это чуть-чуть побольше хочет руль я честно я не знаю чем он обид это какой-то кожзам чувствуется немного резиновым но но при этом здесь отличный эргономик во первых здесь есть джойстичек это реально удобно прожимаем там выключается звук переключения треков менюшек управление цифровой приборкой слева блок кнопок круиз-контроля но есть прикол круиз-контроля здесь нет стиль окей я всегда говорю что стиль это на любителя я не скажу что я прям в супер восторге я не очень люблю это оля бронзовость но ребята старались молодцы отделка но такая простецкая если это не трогать не заниматься вот этим вот любимым жамками этим в реальности занимается нормально по мне главный минус в эргономике вообще в практичности это два это вот эти ужасные глянцевые ручки она мало того что хрустится она еще и не практично я бы наверное не удивился кстати со со временем появится к это кастомная либо накладка либо просто заменят вот эту часть на что-то более практичное под ней кстати блок электропривода зеркал к сожалению не умеют складывать сами возрадуемся друзья здесь физические кнопки климата все понятно просто слышно как заслонки воздуховода двигаются candy в наличии все просто все максимально просто понятно этим главное что можно пользоваться вслепую жарит от души реально вот сейчас стоит на единички почти максимальная печка ну я бы сказал здесь в принципе дышать даже нечем два юсбшника один собственно интерфейсный под карплей android auto оба заряжают естественно ваш смартфон а вот здесь это можно положить ключик но знаете в чем подстава смартфон ваш класть особо некуда потому что вот туда его запихивать неудобно хоть там и прорезиненная ниша подстаканники ставить но он будет долбаться постоянно вот это безобразие класть некуда пассажиру есть куда положить а водителю нет еще один момент может я конечно придираюсь но мне не очень удобно это то как взаимодействует с рычагом механической безальтернативной механической коробки передач я постоянно надеюсь об этот подлокотник вот если его открыть мне удобно но он не особо держится и рано или поздно падает вот так вот отлично передача кстати составляется хорошо тот там из блогеров говорю что не актив с подлокотником не очень но видимо надо его мне лично скручивать совсем еще пару слов про салон перед тем как мы поедем это реально бездоннейший бардачок он двухъярусный тут можно остановиться на пикник поставить маленький стакан с кофе органайзер для карты для доков и там вглубь можно напихать я не знаю перчаточный магазин можно открыть смешная шутка ну и еще наверно последний момент это кресло с неярко выраженной боковой поддержкой я не крупные комплекции и я такой типа как я уже сказал здесь только механика и на самом деле мои подозрения о неудобности подлокотника подтвердились я сижу как-то вот приходится вот так вот это не очень удобно но вы удивитесь может быть нет но по сути это единственное неудобство которое я обнаружил в данном автомобиле 200 весьма хорошая эргономика неожиданно да механика очень длинноходная и тут прям надо работать некоторые говорят что передачи плохо вставляются не знаю у меня таких сложностей нету все нормально вставляется щелкаю вот от 1 до 5 и все хорошо руль удобный кнопки крупные понятные а блок управления музыкой здесь джойстичек все очень удобно прожим джойстичка вырубает звук вверх вниз регулирует про обзорность несколько слов достаточно крупные стойки боковые прям массивные это неожиданно даже но при этом крупные зеркала и с зеркалами в целом с обзорностью особых проблем то нет экран собственно главный центр притяжение данной версии огромный действительно не могу сказать что очень хорошо работает подтупливает один раз внезапно вырубился но сразу же перезагрузился так что какие-то нюансики есть но в первую очередь тут супер удобно пользоваться яндекс навигатором он не просит подписки гребаные яндексы подписки карплей android авто кстати карплей и android авто здесь тоже есть смысл когда тут есть яндекс навигатор без подписки пользоваться не хочу электронная панель приборная хороша целом и я бы даже сказал что вот это вот странноватая графика который давно уже у весты присутствует и в x-ray и так далее когда она стала именно цифровой она стала хотя бы удобной потому что когда она была аналоговой если честно там за этими стрелками все это было очень визуально перегружено и если честно она мне не очень нравилось но должен признать что приборку хочется как будто чуть хотя бы на четверть побольше на четверть про динамику несколько слов 106 лошадиных сил да конечно не как говорится звезд с неба не хватают но в городе это абсолютно нормальный автомобиль да иногда его надо крутить да иногда какой-нибудь эстакаде нужно включить на передачу вниз я как человек привыкший к механике никаких проблем вообще не испытываю чтобы хвалить весту за отличную управляемость ребята реально в мире когда у вас супер скучные рули с электроусилителем это я про китайцев здесь просто божественная управляемость просто кайф я не шучу есть повторюсь отечественная бс и он работает я попробовал экстренное торможение работает как привычный абс компании bosch все то же самое хвалю подвеску она какая-то супер на энергоемкая опять же супер комфортная но учитывая конечно же класс автомобиля это супер подвеска реально супер подвеска она понятно опять же нету каких-то непонятных содроганий как вот недавно я ездил крупном китайском автомобиле там наезжаешь на лежачий полицейский а тут есть ну вот вот . вот она понятно кстати здесь еще весьма неплохая шумка внезапно ну то есть с пассажиром вот можно общаться спокойно она не повышает он вообще абсолютно спокойно что тоже здорово признаю что вместе на самом деле для уверенности на трассе не хватает ну не знаю 20 может быть 30 лошадиных сил сверх того что есть и вообще будет все отлично расход я вот стоял в пробке ездил по светофорам и вижу на приборке двенадцать с половиной литров двенадцать с половиной дождь пошел его чаще вспомнил удивительно здесь нету режима одинарного взмаха дворником нельзя просто дернуть рычажок и чтобы стереть один раз капельки надо постоянно его опускать вниз на положение автоматической работы и выключать на вести приятно ездить это приятный драйверский автомобиль я вкратце рассказал вам про новую весту на самом деле будем честны при не уже все все рассказали но мое резюме чисто для себя такое да она по некоторым параметрам не дотягивает до уже супер привычных нам китайцев до здесь пока что нет автомата и подогрева заднего дивана что актуально для нас но это реально бюджетный то есть достаточно доступный автомобиль для тех кто хочет получить удовольствие от рулежки потому что я еще раз повторюсь здесь понятная подвеска и приятная рулежка то есть это бюджетный драйверс кар отлично же с вами был михаил марков трешбокс ру пока